Всем привет, друзья! Перед вами значок «Ударник коммунистического труда». Один я как-то откопал на раскопках, а другой достался от родственников. Во времена СССР одним из видов поощрений за добросовестный труд было награждение различными знаками и значками. Ударник – советское понятие, которое зародилось в годы первых пятилеток, обозначающее работника, демонстрирующего повышенную производительность труда. Слово связано с выражением «ударный труд», то есть труд с повышенным напряжением сил. Ударник – официальное почетное звание. С вручением удостоверения и значка. Удостоверения у меня, к сожалению, нет, но значки есть. А также вручалась денежная премия. Ударничество было важным средством идеологического воздействия. Имена ударников, достигших наиболее впечатляющих результатов, широко использовалась советской пропагандой в качестве примера для подражания. Например, тот же Стаханов. Они получали высшие правительственные награды. И так далее. К 70-х, 80-х годах ударничество в СССР в большой степени превратилось в формальность, мало напоминающую энтузиазм первых пятилеток и послевоенного строительства. Терминология до сих пор используется в Китайской народной республике и в Северной Корее. Ключевое место оформления знака занимает портрет Ленина на красном полотнище. Слева от портрета миниатюра, собравшая основные направления в экономике СССР. Сельское хозяйство и тяжелая промышленность. Чуть ниже надпись «Ударнику коммунистического труда» и перекрещенные красные серпи с молотом. Знак крепится при помощи булавки. Вот она. Награждение подобными знаками не было единоразовым. Один человек мог за всю жизнь получить до десятка таких знаков. Знак производился на протяжении нескольких лет на различных заводах. По этой причине можно выделить порядка двух десятков разновидностей этого знака. Коллекционеров, собирающих эти знаки, практически нет. На итоговую стоимость знака вариант разновидности особо не влияет. И как объект коллекционирования, значит, он не очень интересен. Тираж в 10 миллионов снял его коллекционную стоимость до минимума. Сейчас цена их около 10 рублей или 5 гривен, в лучшем случае, если кто-нибудь купит. Невелика ценность этого знака сегодня и как награды СССР. Никаких льгот за обладание знаком не положено. Сегодня этот знак только лишь как память о труде во времена СССР. Продолжение следует...